Резанская неделя В России день героев. Родина помнит, родина знает, но не всех и не всегда. Эх, амнистия! Кого коснется будущее прощения греков перед законом? Они доверяли почте России. Наркоторговцы пользовались услугами почтенного ведомства для проворачивания темных делишек в программе «Дайджест. Неделя полицейских». Началась эта неделя с дня героев. Праздник берет отчет с 18 века. Времен правления Екатерины Великой именно она учредила орден святого Георгия Победоносца, которым награждали самых отчаянных храбрецов. Награждались им воины, проявившие особую отвагу в сражениях за родину. Ни один чиновник за свои усердия геройский орден на сытые пустцо не получил. Единственное, удостоила им себя Екатерина. Но было то в честь учреждения награды. Да и по правде говоря, кто откажет в заслугах перед Россией этой великой женщине? Наших рязанских кавалеров ордена святого Георгия было немало. Стояли они за веру царя и отечества храбро, не щадя живота своего. Да только памяти о храбрецах сохранилось мало. Такова эпоха, таковы мы. Да и если что захотим сделать, то часто получается совсем по-черномырдински. То есть, как всегда. Недавно мы снимали репортаж про открытый на территории Рязанского Кремля памятник героям войны 12-го года. Хороший, красивый монумент, возвращение памяти, дань храбрецам. Но разве хотели бы они видеть свой памятный надгробный камень в окружении мусора, развалин и грязных стен? Георгий в советское время трансформировался в золотую звезду героя. 324 рязанских уроженца стали золотыми кавалерами Великой Отечественной. Еще 61 человек стал полным кавалером орденов славы, что приравнивается к звезде героя. У нас больше высших наград, чем в каких-либо других регионах Союза. Наша область дала стране героев Советского Союза больше, чем весь Кавказский регион. А совсем недавно, прямо за монументом на Площади Победы, в киоске торговали вреднейшей среднеазиатской жевательной смесью табака из вести птичьего помета на свае. Выводы о сохранении памяти героев напрашиваются самые горькие. Так что беречь надо память. Беречь, как раньше умели, свято, нелицемерно. А смелых и преданных родине людей у нас по-прежнему немало. Только вот родина, официально чиновничая, конечно, а не великая Россия, отеческая земля, так часто поворачивается к ним не как в сказке, к лесу задом, к богатырю передом, а совсем наоборот. В опиющий и недавний случай, как на героя России, начальник Рязанского десантного училища, матерно орал впоследствии страшно оскандалившейся в коррупционной мути министра обороны. Чего стоит? О рязанских героях шла речь в этот четверг на презентации третьей части книги «Богатыри земли Рязанской», которая прошла в областной научной библиотеке имени Горького. В нее вошли статьи о героях Советского Союза и героях Российской Федерации послевоенного времени, рассказывает Ирина Ковалева. Рязань – это земля, рождающая героев. В очередной раз об их подвигах напомнила библиотека имени Горького. В минувшую среду в ней прошла презентация третьей части книги «Богатыри земли Рязанской». В ней рассказано о 142 героях Советского Союза послевоенного времени и героях России, чьи имена связаны с Рязанью. Работа над этой книгой – это результат многолетних исследований, которые провели сотрудники Центра проявления Рязанской областной научной универсальной библиотеки имени Горького, для того, чтобы скорбулезно, точно, хронологически и исторически верно восстановить поэтапно все периоды биографий, выдающихся нашим соотечественным. На презентации можно было увидеть представителей власти, школьников и студентов, и, конечно же, тех, кому посвящена эта книга. Безусловно, то, что делает наша управляющая культура и власти нашей области, это, безусловно, великое дело. Я бы хотел отметить одно. За то, что издаются книги по биографии героев, представляются и так далее, это только одна часть, потому что везде, во всех странах, если ставится кому-то память, или называется улица, называется города и так далее, всегда за этим стоит усилие народа, усилие государства. Это победа государства. Но не стоит забывать, что победа государства становится возможной только благодаря подвигам тех людей, о жизни которых и рассказывает эта книга. «Богатыри земли» Рязанской часть третья стала наиболее полным справочным изданием, при подготовке которого использовалось большое количество источников, в том числе материалы из личных архивов семей. Можно сказать, что эта книга об истории нашей страны, рассказанной через описание жизни ее героев. В трагедии недели стало жуткое преступление в поселке Искра, где вечером понедельника в квартире одного из домов были обнаружены тела местной жительницы 35-летней Надежды Кичаловой и двух ее дочерей. Одной был 12, второй всего годик. Вот что рассказал по телефону ведущей программы «Вызов принят» Олесе Харлиной, руководитель отдела Следственного комитета по Рязанскому району Юрий Петров. По имеющимся сейчас данным, было установлено, что Кичатова, погибшая, развелась со своим мужем полтора года назад. И вот он, заподозрив, что он с ним общался, заподозрив то, что не пришла в школу 12-летняя дочь, стало ей название. В последствии было установлено, что в квартире, где они проживали, это вызвало подозрения у родственников, в том числе этот бывший муж. И другие родственники начали ломать дверь. Ломав дверь, обнаружили, что там действительно находятся трупы. А сам он задержан? В настоящее время проводится с ним следственное действие. В настоящее время нет. Есть круг, с которым мне сейчас необходимо работать, но, вероятно, вероятно, что версия того, что кто-то открыл кому-то из родственников. Вот так у нас и получается. На конец недели новых данных озвучено не было, следствие продолжается. Главной политической темой уходящей недели стало 20-летие Российской Конституции и приуроченное к юбилею послания президента Федеральному Собранию. Что касается Конституции, принятой в 93-м, то она, как положено, прописывает наши основные права на бесплатное образование, бесплатную медицину и даже бесплатное жилье. Гарантии-то есть, но все больше жителей страны считают, что права граждан становятся просто декларацией. То есть они прописаны, но реально не обеспечены. Но в самом деле, какой уж там у нас бесплатность здравоохранения? А образование, когда бюджетных мест в вузах все меньше? А бесплатное жилье? Вот что по поводу всех этих бесплатных, гарантированных прав, думают сегодня рязанцы. В Конституции записано, что все граждане России имеют право на бесплатное медицину, образование, жилье. Вот есть ли бесплатная медицина или образование на самом деле? Бесплатное? Нету, конечно. А что есть? А что есть? Все платное, что есть. Все платное. Ну, в какой-то мере есть, но если хочешь лечиться как следует, то надо платить. Все стоит дорого и дорого. Вот так. И в магазинах все дорого. Ну, таких прав на самом деле у нас нет. Куда бы я ни пришел, за все приходится платить. Поэтому у нас законы не работают. Есть, наверное, но не в полной мере. Потому что куда ни пойди, хотя и полюс есть, всегда требуют себе за что-то платить. Не прямым, так костным методом. Так что я считаю, что это право наше Конституционное в полной мере не реализуется. Что же касается послания президента Федеральному собранию, то эксперты отмечают следующие моменты. Во-первых, оно заняло меньше времени, чем прошлое. Во-вторых, слишком уж изобиловало бурными продолжительными аплодисментами. В-третьих, некоторые позиции повторялись почти слово в слово с прошлогодними. Продолжает программу «Экспресс-интервью», записанное сразу после трансляции президентского послания. Ну, и, наверное, еще отметить, что, наконец-то, мы перестали валить все свои проблемы на внешний мир. Часто у нас там кто-то виноват на Америку. Леса у нас горят. Это там, от Лиза, какая-нибудь красивая программа. Что-то американцы испытывают на нас новое оружие, а это не из-за того, что мы свои пруды сушили и так далее. Теперь у Владимира Владимировича прозвучало, что, в общем-то, причины того, что наша экономика бурно не развивается. Что, конечно, с одной стороны приятно, что мы там входим теперь в пятерок крупнейших экономик по ВВП. Но темпы роста незначительные. И, в общем-то, ВВП в основном создается за счет продажи нефти и газа. А это не бесконечный процесс. И что, в общем-то, причины надо искать не во внешних врагах, а надо искать самих себе. Ну, иногда в инопланетянах видят... Это да, если вот РЕН-ТВ посмотреть, там ТВ-3... Действительно, целые каналы, если серьезно говорить, вот они работают только на какую-то там мистику и, ну, как бы я сказал, на потребу зрителей. Не будем о коллегах говорить плохо, поэтому не буду называть эти каналы. Ну, как-то уж слишком часто там звучит, вот из космоса, вот оттуда, вот какие-то секретные вооружения, вот подводные жители какие-то там чего. И у народа, как у Высоцкого, в мозгу туман, в кармане фига. И, в общем-то, никто ничего не понимает, на кого же кивать. То ли на Америку, то ли на инопланетян, а то ли, может, самим надо начать работать и, в принципе, бороться с коррупцией и за экономику, а не с инопланетянами. Ну, вот здесь прозвучало, что все-таки надо внутри решать проблемы. Все-таки Владимир Владимирович, он так предлагает внутри решать, а не ополчиться против. Нет, там все эти каналы показывают, что ведущие лидеры стран, они с инопланетянами общаются, они все знают, они все в курсе. Вот я думаю, что Владимир Владимирович все надеялся на помощь инопланетян, теперь понял, что надо надеяться на самих. Ну, в общем, как обычно, работать надо, соблюдать надо закон, и чиновникам пригрозил в очередной раз, чтобы не воровали. Еще одно событие, касающееся юбилея нашей Конституции, только грядет. Фракции Государственной Думы поддержали проект амнистии, который был внесен в Госдуму с подачей президента. Свобода попугаем будет приурочена к 20-летию основного закона России. Знающие люди сообщают, что из мест лишения свободы выйдет около полутора тысяч человек. Освобождаются от наказания, не связанного с лишением свободы, до 17,5 тысяч. Кроме того, могут быть прекращены уголовные дела в отношении почти 6 тысяч человек. Предстоящая амнистия, которую, как никто не сомневается, Думу одобрит, не будет распространяться на лиц, совершивших преступления повышенной общественной опасности. Я уже говорил, не должны попасть люди, которые совершили преступления, связанные с насилием, или с применением, или с угрозой применения насилия. Первое. Второе. Конечно, не должны попадать в такие категории, как фэш-мамонетчики, люди, которые обманывали других граждан, квартиры у них отбирали и так далее. То есть реальные мошенники, рейдеры. Как выяснилось, окажутся ближе к воле несовершеннолетние, а также мамы несовершеннолетних детей, женщины, ожидающие ребенка. Воздух свободы ощутят дамы старше 55 и мужчины, чей возраст перевалил за 60. Под амнистию попадут инвалиды 1 и 2 групп, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества. Напомним, последняя амнистия в России была объявлена в 94-м. Тогда под нее попали, в частности, участники августовского путча 91-го года и октябрьских событий 93-го. Всего из мест заключения тогда вышли 23 тысячи человек. 13 тысячам был сокращен срок наказания. Прекращены дела в отношении более 30 тысяч граждан. Амнистию ждут многие подследственные деятели, в том числе и те, кто еще недавно был на самом верхнем уровне власти. Так, например, эксперт утверждает, если экс-главе Минобороны Сердюкову не изменит статью, то его дело так и не дойдет до суда. Попадет оскандалившийся бывший главный силовик со своей статьей «Халатность» как раз под амнистию. У нас и своих, рязанских генералов, хватает. Те, кто по разным обвинениям состоит под следствием. Это, к примеру, начальник регионального антинаркотического ведомства Игорь Туровский обвиняется в получении взятки. По сведениям, под домашним арестом сейчас находится бывший руководитель областного отделения МЧС Олег Никифоров. В следственном изоляторе сидит экс-начальник Рязанского ГИБДД Александр Алфосов. По всей видимости, эти начальники тоже ждут амнистии и свободы. И ведь вполне могут дождаться. Люди в погонах с большими звездами у нас только в телесериалах за решетку попадают. Вы смотрите информационно-аналитическую программу телекомпании «Город». Время говорить итоги недели. Вот что будет во второй части. Экзамены или все же деньги? Первые попытки гастарбайтеров, занятых на перевозках людей, сдать теорию вождения, принесли неутешительные результаты. Неделя полицейских в программе «Дайджест событий», в которых участниками были рязанские силовики. К другим темам. На этой неделе пришли вести из города Санкт-Петербурга, где дорожные полицейские пытались принять теоретический водительский экзамен у граждан Узбекистана и Таджикистана. Как известно, до мая грядущего года гастарбайтеры, занятые в нашей стране на перевозках людей, должны получить российские права. При этом Москва разрешила регионам не требовать от приезжих проверки умения управлять автомобилем и передвигаться на нем в городе. А вот теорию, извольте, сдать. Результаты оказались удручающими. Из двух с половиной тысяч, допущенных к экзамену, сдали его только 372 человека. И это при том, что в первую очередь владельцы транспортных предприятий отправляют на экзамен своих гастарзвезд, лучших из лучших. Так что все больше растет уверенность скептиков, они же реалисты, что процедура сдачи сведется, в конце концов, к обычному обмену одних прав на другие. А коррупционная составляющая в этом деле вновь станет главным двигателем процесса. Сегодня в программе экспресс-интервью на тему сдачи гастарбайтерами экзаменов на российские права в Рязани, матушки. Закон принимается, кем непонятно, как непонятно. Иногда некоторые вещи вообще что-то непонятно. Если они решили сразу навести порядок, то почему в мае, а не сейчас? Что, до мая можно людей давить, а после мая как бы это не произойдет? Вот, дали им срок на обучение, понятно, но вопрос состоит в том, что сами иммигранты хотят ли учиться и нужно им это делать? Ну, нанимают их, конечно, потому что они дольше работают. Некоторые добросовестные работают, надо заметить. Они, может быть, и денег меньше просят и работать могут. Кстати, в 8 часов ведь не имеют права работать. А они работают, это нарушение идет. На этом никто не следит, не занимается. Поэтому сам иммигрант, который сюда приходит, правила дорожного движения, они практически примерно одинаковые. Так, в общем-то, в понимании-то. Вопрос, как он их выполняет, не выполняет он правила дорожного движения. Это только определит только конкретно до нарушения правил. Вот надо ввести больную систему для всех. Почему только для иммигрантов? Для всех. Вот он нарушил какое-то количество, все, иди учись по новой. Ваше мнение, хотелось бы узнать. Вот через полгода наступит этот как раз этот май, так сказать, критический, это вот красная черта, если так можно выразиться. И вот после этого времени, как вам кажется, придут ли эти водители, гранты, учиться в автошколы? А ведь ко мне приходили группы товарищей, которые, причем их руководители ко мне обращались. Можем ли мы помочь им там права им там сделать? Я не знаю, к кому дальше обращаться. На что, я говорю, мы учим, мы такими вещами занимаемся. Продолжает программу репортаж Ирины Ковалевой из нашего цикла «О семьях хороших». Проект поддерживают Региональное министерство социальной защиты населения и правительство области местодействия «Славный город Сапожок». Если в семье есть хотя бы трое детей, мы привыкли называть ее «многодетной». А если детей 11, как тогда ее назвать? Глядя на семью Голубевых из Сапожка, живущих в уютном доме с аистами на крыше, ответ приходит сам собой – большой, счастливый, дружный. И хотя сын и две дочери уже вылетели из гнезда, у Николая и Екатерины нет времени скучать. Ведь в родительском доме еще 8 детей, нуждающихся в ласке, заботе и внимании. И тяжело, и в то же время, и радость, и… А как? Как без этого? Что делать-то? Ты просто давай-то уберешься куда-нибудь. А это не вот есть, но какой-то стимул есть. Как? Я не представляю. У нас уже сколько? Сколько у нас внуков? Четверо. Да, у нас уже четверо внуков. Николай и Екатерина вместе уже около 30 лет. Познакомились они здесь же, в Сапожке, когда Екатерина Николаевна приехала сюда работать ветеринаром. Это была любовь с первого взгляда, не исчезнувшая и сегодня. Большая семья, много детей. Именно такой они и представляли свою семейную жизнь. Сегодня в их доме всегда шумно. Основной источник этого шума, ну а заодно и радости родителей, три младших девочки. Двойняшки Оля и Лена и самая маленькая шестилетняя Маша. Играя в свой любимый конструктор, они заодно рассуждают о том, что же такое семья. В семье когда дружная, семья когда кто-нибудь запирает, в школу вводит, когда с мелками играются. Для семи ребят, живущих в этом доме, пяти девочек и двух мальчиков, жизнь в такой семье действительно счастье. Ведь, к сожалению, у них был и другой опыт. Говорить сегодня об этом в доме Голубевых не принято. Зачем лишний раз напоминать о грустном? Но Екатерина Николаевна с радостью вспоминает тот день, когда они с мужем решили взять ребенка из детского дома. Мы изначально хотели взять одну девочку. Но когда приехали, вот нам предложили брата и сестру, они нам очень понравились. И мы вот, и еще один мальчик. Он увидел нас, маму, маму, ну и пришлось его взять. А спустя четыре года в доме появилось и еще четыре девочки. На вопрос, почему они это сделали, супруги отвечают, что просто чувствовали, что в их силах помочь этим детям, подарить им свою любовь и настоящую семью. Ну а родные дети поддержали своих родителей. Еще о делах семейных. Не очень торжественные, а не такое уж и масштабные, но искреннее, даже трогательное мероприятие прошло на днях в небольшом зале организации «Свой путь», рассказывает Оксана Тебенихина. В стенах Рязанской региональной общественной организации помощи детям-инвалидам «Свой путь» прошел традиционный ежегодный день открытых дверей. Мы сегодня проводим день открытых дверей для того, чтобы дать возможности городу узнать о нас побольше, самим познакомиться больше с людьми, интересующимися этой проблемой, проблемой детей-инвалидов. Друзей в нашем городе и среди дружественных организаций уже достаточно много. За эти семь лет мы обросли, слава Богу, друзьями, партнерами, спонсорами, просто помощниками организации, родителями, коллегами. Занятия, которые проводятся на базе организации «Свой путь», по словам родителей, очень помогают их чадам. Ведь ребята эти особенные, а значит стандартная программа обучения им никак не подходит. «Об небе солнце ясное, мы шьем демокрый свет». «Об небе солнце ясное, мы шьем демокрый свет». Это далеко не все упражнения, которые ребята, как ритуал, ежедневно выполняют. Здесь также проходят занятия лечебно-педагогической направленности, социальной и социально-бытовой адаптации и многие-многие другие. Такие центры становятся для ребят и взрослых вторыми семьями. Здесь правит любовь, взаимопомощь и уважение. А по-другому нельзя. Как и все предыдущие, эта неделя была богата на события непосредственными участниками, которых стали силовые структуры, оперативные службы, ну и, разумеется, их оппоненты. Неделю полицейских представляет в дайджесте Глеб Галушкин. Рязанские полицейские усиленно готовятся к Новому году. Чтобы в этот общественно значимый праздник не происходило никаких правонарушений, они проводят профилактические рейды по нехорошим квартирам в различных районах города. Саша, ты работаешь сейчас для меня, нет? Да. А где работаешь? Грузчиком. Ну где? В магазине. В каком? В Дикси. А что я сегодня мне на работу? Отпросился. О наступлении новогодних праздников предупреждают рязанцев и дорожные полицейские. На этой неделе инспекторы ГИБДД выходили в рейды и задерживали нетрезвых водителей. Ежедневно таких горе-автомобилистов набиралось произрядное количество. Накануне новогодних праздников сотрудники ГИБДД будут регулярно выходить на улицы нашего города для проведения рейдовых мероприятий с той целью, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения, особенно после вечерних корпоративов, вечерних застолья, не садились в утренние часы за руль автомобиля в состоянии остаточного алкогольного опьянения. На этой неделе закончилась региональная спартакиада «Общество Динамо». В ней принимало участие 12 команд, которые соревновались в различных служебно-прикладных видах спорта. В первенстве же по рукопашному бою участвовали 6 команд. На татами вышло почти полсотни бойцов-сотрудников правоохранительных органов. В командном зачете победителем турнира по рукопашному бою стала команда регионального управления полиции. На этой неделе рязанские наркополицейские сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении двух жителей Рязани. По версии следствия, эти молодые люди организовали масштабную торговлю наркотиков через интернет, а доставляли свой ядовитый товар заказчикам просто по почте. Оказалось, что основной участник наркобизнеса ранее владел магазином по продаже курительных смесей. После введения запрета он продолжил ими торговать, но уже нелегально. Напомним, амнистия приурочена к 20-летию Российской Конституции. Поздравить и пообщаться с курсантами десантного училища в Рязань приехал зампред Думского комитета по обороне Франц Клинцевич. В день визита депутата президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Немалая часть его речи была посвящена как раз вопросам обороноспособности страны. В этом году мы полностью закроем проблему с жильем для военнослужащих, постоянным жильем, и приступим к реализации служебного жилья, что коренным образом изменит составляющую оборонного ведомства. На сегодня все. Добрых вам выходных, хорошей погоды и спокойной, неспешной подготовки к Новому году. Осталось-то две недели с небольшим. Хотя многим нравится веселая толкотня по магазинам в самый канун праздника. Каждый выбирает для себя. Ну уж хотя бы в этом мы, люди, свободные. Всем удачи и до встречи в программе «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова